И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала, меня зовут Александр, и это снова видео по арку, но на этот раз это не сезон, хоть я и нахожусь на сезоне, а это маленький, так сказать, обзор менюшки, потому что я устал уже отвечать на порой глупые, порой не глупые комментарии, что вконтакте, что, так сказать, в... в комментариях. Начнем, пожалуй, с общего вида менюшки. Начнем с малого. Цвет. Цвет полностью меня устраивает, и он, цвет, практически ничем не отличается от того, что было раньше. Цвет. Он никак не влияет на игровой процесс. Это во-первых Во-вторых, общий вид Нижняя панда меня вполне устраивает Так как все предметы подсвечены и так далее Да, поначалу было тут непривычно Праймал и так далее Это понять было тяжело Что, как, где И как-то старая менюшка была Более удобной Ну, как говорится, немножко поиграв Немножко повозившись с этим всем Я понял, что это менюшка вполне удобна И такое обозначение Так сказать, не навязчивое Оно вполне само по себе Неплохо Также меня вполне устраивает То, что Не знаю, было это раньше, нет Но мне кажется, что не было Объект И тут же я могу В инвентаре Динозавра Могу залезть Свой инвентарь Свои характеристики То есть я вижу характеристики Объекта И вижу характеристики Свои При всем при этом Я точно так же Когда залазю в постройку Я также могу В свои характеристики залезть Вкачать себе левел Вкачать себе вес И так далее Это удобно Что еще касательно Вот этого вот Всего Как выглядит Ну, как выглядит Я немножечко расскажу попозже Когда Так сказать Затрону Некоторые комментарии Так сказать Поэтому Об этом чуть попозже То, что Простота использования Это Однозначно удобно Очень удобно использовать Конечно Поначалу было неудобно Я сейчас до сих пор Допустим Пытаюсь Одеть Седло Динозавра Я пытаюсь Взять Это седло И вот куда-то Вот сюда Впихнуть его А не по центру Да Пока что Непривычно Пока что Непривычно Начнем с того Что когда-то И в целом Ничего не было Поэтому Как бы Все вполне Удобно Предметы Перетаскиваются Кстати Очень удобно И мне это нравится То, что Теперь Вот мне нужен Допустим То есть Допустим Взял Да Разделить Стак То есть Мне нужно Пять Пять Мне нужно Не знаю Там Сто пятьдесят Сто пятьдесят Все Пожалуйста Удобно Без лишних Заморочек Все Как Нужно Все Как Мне Нужно Я бы так Сказал С этим Проблемы Не имею Заметил Единственную Проблему Допустим Раньше Как было Нажал Типа Создать Все И Создалось Все Создать Все Сотка 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 Можно Конечно Вести Вручную Допустим Шестьсот Пятнадцать Но это Немножко Не то Нежели А Какой Нельзя Вести Вручную Шестьсот Сотка Максимум Даже Допустим Делаем Сто Один И Нифига Вот Она Пожалуйста Вот В этом Плане Создать Все Работает Не как Создать Все А Всего Лишь Создать Сотню Вот В этом Косяк Очень Очень Сильный Ну я думаю Это Доработает Учитывая Что Менюшка Вышла Недавно И Как Все Вполне Сколько Функции Добавили И Так Сказать Один Косяк Всего Лишь Я Нашел Это Все Фигня Что Еще Звуки Звуки Менюшки Просто Потрясающе Мне Не Нравится А То Что Говорят Вот Звуки Раньше Были Лучше И Это Глупость Начнем Пожалуй С того Что Там Вот Люди Говорят Вот Мне Нравится Кто Мне Нравится Как Это И Так Далее Собственно Плавно Переходим Комментариям Очень Часто Пишут Мне Нравится Звуки В Этих Динозавров То Как Пти Развучены И так Далее Я Это Уже Говорил В Видео И Скажу Сейчас Откуда Вы Знаете Как По Настоящему Звучит Птирнодон Может Он Кудах Чет Как Курица А У Нас Такой Звук И Вы Даже Близко Не Знаете Тогда Люди Не Существовали Когда Существовали Динозавры Определенного Периода Откуда Вы Знаете Как Кричит Птирнодон Вы Это Разработчики Слышали Нет Вот Я Скажу Птирнодон Кричал Как Курица И Вы Даже Не Смеетесь Возразить Мне Потому Что Вы Не Знаете Как Кричал Птирнодон Откуда Вы Знаете Как Кричит Рекс Может Он Гавкал Как Собака И Вы Даже Мне Не Сможете Какое Опровержение Сделать Вот Фильм И Было Так Так Возможно Кто Из Откуда Они Знали Как Кричал Рекс Как Я Говорю Может Он Кричал Как Собака Вполне Прикольно Ну Да Ладно Это Насчет Звуков Касательно Не Вам Решать Как Какой Динозавр Кричал Не Нравится Не Играйте Если Если Вам Не Нравится Игра Из Звуков То Может Вам В целом Игра Не Нравилась Также Был Такой Комментарий О том Что Вот Мне Не Нравится Менюшка То Что Она Выглядит Типа Ну Это Ж Не До Исторически Как Это Так Я Не Понимаю Почему Из За Виде Меню То Что Она Более Современена Более Хай Так Такая Выглядит И Так Далее Почему Вам Не Нравится Менюшка То Как Она Выглядит Но При Всем При Этом Вы Пользуетесь Тег Броней Вы Пользуетесь Телепортами Модовыми А Самое Главное Вы Пользуетесь И Пользовались Модом С Плюс Где Каким Чудотворным Способом Мы Могли Перемещать По Воздуху Допустим Пятьсот Камня Вот Я Вот Так Взял И По Воздуху Переместил Себе Пятьсот Камня Ах Как Хорошо По Воздуху Перемещаются Предметы А Вы Какие То Претензии Предъявляете К менюшке Ай Ай Это Видите Не Видите Ли Не Конон Динозавров А По Воздуху Перемещаться Предметы Могут Оказывается Даже Немножко Глупое Замечание Так Сказать Если Вам Так Не Нравится То Как Выглядит Меню Зачем Вы Пользуетесь Тег Броней Строите Тег Здание И так Далее Арк Перешел В Новую Эпоху Эпоху Высоких Технологий Мы Убиваем Боссов Чтобы Построить Тег Броню Чтобы Построить Высокотехнологичное Здание Мы Теперь Можем Строить Подводные Базы Высокотехнологичного Построек А Вы О том Что Менюшка Выглядит Плохо Мы Пользовались Высокими Технологиями Которые В Настоящем Арке До сих пор Не Ведены Как Я Уже Сказал Перемещение По Воздуху Мы Переносим Предметы По воздуху С помощью Мода С плюс Я могу Стрельнуть В Предмет Динозавр Что-то не Получилось Предмет И перенести В него Просто Пистолетом Перенести Черт побери В шкаф К примеру А вы Говорите Плохая Менюшка Я Вас Не Понимаю Тогда Почему При Всем При Всей Своей Любви К Динозаврам И Доисторическим Предметам Вы Не Играйте В Мод Примитив Плюс Где Реально Примитив Плюс Почти Везде И тут Даже Там Есть Что-то Высокотехнологичное Как Вы Создадите Пулю В верстаке К примеру Никак Там Слишком Тяжело Создать В верстаке Пулю Ну Не Об этом Суть Вы Не Любите Примитив Плюс Но При Этому Вы Кричить О Том Что Менюшка Говно Звуки Говно Все Говно Игра Скатилась Это Не вам Решать Что Говно А Что Хорошо Мне Все Устраивает И Я Всем Доволен И Это Самое Главное Для Меня Вам Же Уже Самим Решать Играть В Игру Или Нет И Начнем Так Сказ Подытожим Тем Что Когда Мы Заходим В Игру То Так Сними Перчаточки То У нас Появляется То есть Мы Встаем И у Нас Сразу Же Персонаж Показывает Вот Этот Имплант И Вы Когда Задумывались Куда Мы Деваем Вот Эти Все Предметы От 511 Вот Вы Хотя Бы 11 Камешек Положите Себе В Труцы Грубо Говоря Вот Смотрите Вот Сейчас У меня Ничего Не Надето Вот Где У Меня Вот Эти 511 Камешков Лежат Ладно Допустим Представим Что у У меня Брони Нет Вы Хотя 11 Камней В Трусы Положите А Они В Трусах Лежат По Вашему Мнению Что Вот Эти Все Высокие Технологии Менюшка Выглядит Лох Высокие Технологии Ай Как Плохо Мы Играем В доисторическую Игру В доисторический Век Уж Извините Вот Эти Все Предметы Которые Хранятся Здесь Они Хранятся В Импланте По Простому Говоря В В Воздухе А Вы Говорите Менюшка Плохая Она Слишком Высокотехнологичная У нас Изначально Было Высокотехнологичный Предмет Встроенный В руку Где Мы Видим С С С С 3D Модели С Какого-то Перепога Видим Какие-то Сраные Характеристики Да я В жизни Не знаю Сколько У меня Здоровья А тут Опаньки Тысяча А я Еще раз С одним Кликом Я могу Увеличивать Себе Здоровье Обалдеть Вот Когда нам Введут Так что Скорость Передвижения Будет Увеличиваться Лишь Только После того Как мы Будем Бегать Фиговую Тучу Времени Здоровье Будет Увеличиваться По Определенным Характеристикам Выносливость Будет Увеличиваться Так же Когда мы Будем Использовать Предметы Добывать Что-то Бегать И так Далее Вот Когда Вот Это Все Нам Введут Кислород Будет Увеличиваться Так Когда Мы Будем Плавать Под водой В большом Количестве И так Далее Как В нормальных ММО РПГ И все В таком Духе Есть Такие Игры Где Реально У тебя Будет Характеристика Какая Вкачивается Толку После того Как ты Будешь Бегать Бегать О Вспомните GTA San Andreas Это Самая Первая Игра Одна Из Первых Так Сахар Игр Где Я Столкнулся Такой Фигню Бегаешь 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 Опаньки Здоровье Увеличилось Какого Фига Вам Нравится Что-то Одно Которое Касательно Игры Уже Давным Давно Вы Пришли И Это Уже Было Но Не Нравится Что-то Новое Хотя Она Ничего Не Изменила Да Обычное Увеличение Статов Куда Более Хайтечное Нежели Это Менюшка Поэтому Давайте Перестанем Нести Бред О том Что Что-то Хорошо Что-то Плохо И Будем Играть Нормально В Игру Звуки Я Уже Сказал Вам Вы Не Знаете Как По-настоящему Птер Звучит Вот Было Мамутенка Раньше Было Раньше Сейчас Совершенно Новое Если Мы Жили Как Раньше То Вы Сейчас Не Сидели Не Смотрели Ютуб И Не Играли В Игры Раньше Ютуб Был Как Соц Сеть Просто Вы Могли Добавлять Немножечко Видосиков Дабы Рассказать О себе Куда Намного Больше Вы Могли Делать Видео Сообщение А не Просто Писать А Ютуб Во что Перерос Что Вы Сейчас Смотрите Вы Смотрите Летсплеи Всякое Говно Сопли Слюди Но Суть То В чем Если Ютуб Был Бо Как Раньше То Вы Сейчас Ни За Что В Жизни Не Смотрели Это Видео Поэтому Прекращаем Нести Бред Играем В Хорошие Игры И Не Засоряем Всякую Личку Всяким Говном Фу Это Такая Не только Мне Всем Не нужно Застрять Я уверен На 100% Что Не только Мне Но абсолютно Всем Людям Пишут О том А ты Видел Какая Фиговая Менюшка Она Мне Не Нравится И Так Далье В общем Я надеюсь Всем Умным Людям Я донес Эту Мысль А все Глупые Люди Пускай Идут В Нафиг Все На этом Все Всем Удачи Всем Пока Всем Счастливо И Всем Пока